Кто такие Аль-Китаби-Юн? Аль-Китаби-Юн, кто подразумевается под ними? Аль-Китаб из числа иудеев, из числа христиан. Почему они называются Аль-Китаб? Потому что иудеи, у них есть писание Тавра. Писание Тавра, это то писание, которое Аллах, субхану атаку, не спасал пороку Муся, алейхиссалам. Аль-Насара, христиане, у них есть писание, которое называется Инджииль. Аль-Насара, то писание, которое Аллах не спасал Иси ибн Марьям, алейхиссалату вассалам. Поэтому иудеи и христиане называются Аль-Китаби-Юн или Аль-Китаб. Сегодня они называют Тавра, Тавру называют они Ветхим Заветом. Аль-Ахду-Аль-Кадим. Или называют книги Старого Завета, Ветхого Завета. Инджииль называют как? Книги Нового Завета. Это их терминология. Но то писание, которое было не спасло на Муся, алейхиссалам, называется Тавра. Писание не спасло на Иси, это Инджииль. Это две великие книги, которые не спасал Всевышний Аллах этим дон своим благородным пророком Муся, Иси, алейхиссалам. Особенно Тавра. Тавра – великое писание. Инджииль дополняет Тавра. Инджииль подтверждает то, что было сказано в Таврате. Дополняет его. Поэтому эти две группы называются Агль-Китаб. Али-Ягуд и Ан-Насара. Иудеи и христиане. До прихода Мухаммада, алейхиссалам, этот мир весь утопал в невежестве, в заблуждении, в куфре, в вероотступничестве, в заблуждениях различного толка. Почему так? Потому что предшествующие писания, то, с чем пришли предшествующие пророки, это уже знание об этом исчезло. Иудеи, да, Таврат как будто бы был у них, но это уже был не тот Таврат, который был не способен Муся, алейхиссалам. Это был уже искаженный имя Таврат. Они исказили его, они ввели в Таврат многие вещи, которые являлись неверием откровенным, куфром, заблуждением, разные мерзкие вещи, они ввели в Таврат. То же самое сделали Насара, христиане. Они исказили Евангелие, исказили Инджиль. То есть это Инджиль, уже не был тот Инджиль, который был не способен Иису, алейхиссалам, в его время. Произошло это через человека, которого звали Булейс, хорошо, или Павел, он известен в русском языке, как Павел. Звали его Саул или Шауил. Он был иудей, иудей, который ненавидел посланника Аллаха, Иису, алейхиссалам. Этот человек, он привыкнул хитрости, обману, для того, чтобы испортить религию, с которой пришел Аль-Масих, Мессия, Айсабну Марьям, алейхиссалам. Этот человек показал, как будто бы он уверовал в Мессию, как будто бы он уверовал в Иису, как будто бы он сожалеет о том, что раньше он проявлял вражду к религии, с которой пришел Аль-Масих, алейхиссалам. Он стал утверждать, что как будто бы он видит сны, видит какие-то видения, так он стал утверждать. И после этого, якобы, он уверовал в Мессиха, уверовал в Мессию Иису и Айсабну Марьям. Христиане поверили ему, поверили его словам. Потом он взял Инджиль, тот Инджиль, который был неиспостан Аллах, и ввел туда многобожие, ввел туда идолопоклонство, ввел туда различные щеркияты, куфор, взгляды неверия. Он ввел туда акиду, убеждение, которое называется таслис. Таслис, то есть учение о троице, о том, что Аллах один из трех, одна из ипостасей. А Иса – это сын Аллаха, другая ипостась. Иса – есть Аллах. Аллах один из трех, Иса – сын Аллаха, Иса – есть Аллах. Он ввел в христианство поклонение Кресту, по-арабски с Салид. Он ввел в христианство различные мерзкие воззрения, которые являются куфром. И христиане поверили ему, считая, что он алин, что он знающий, что он ученый, что он верующий. И они, более того, поверили ему, стали назвать его посланцем, стали назвать его апостолом Павлом, посланцем, Расулем, посланником, посланцем. Вот Масиха, как они стали утверждать, его же цель была, как мы сказали, разрушить религию, с которой пришел Иса, алейсалям. И он добился того, что хотел. Он использовал религию Масиха, ввел туда идолопоклонство, ввел туда Троицу, ввел туда убеждение, что Иса – сын Аллаха, что Аллах – один из трех. Многие вещи, и люди последовали за ним в этом. Таково было положение людей Писания до прихода Мухаммада, алейсалату, ассалям. Только немногие остались из людей Писания, которые продолжали придерживаться правильной религии. Совсем немного. Единицы. Но основная часть из них заблудилась и отошла от религии Аллаха, алейсалям. Субтитры создавал DimaTorzok